В районе Басарабяска функционируют 10 лицеев и гимназий. В этом году на ремонтные работы в этих учебных заведениях было выделено порядка 816 тысяч леев. Средства были распределены между учебными заведениями в зависимости от того, какие проблемы являются там приоритетными. В этом году у нас были распределены 816 тысяч леев на различные работы, ремонтные, так скажем, работы. 2018-2019 год мы акцентировали внимание на пищеблоки, на санузелы, спортзалы. Поэтому все вот эти проблемы были проанализированы специалистами и распределили эти деньги там, где больше проблем в этих направлениях. Бюджет, выделяемый школам, напрямую зависит от количества учащихся. В гимназии села Юрдановка числится 51 ученик, что делает её самой маленькой школой в районе Басарабяска. В этом учебном году школе был выделен бюджет, который составил чуть больше 95 тысяч леев. Чтобы покрыть все расходы учебного заведения, данной суммы явно недостаточно. Таким образом, как мы, в основном, у нас есть маленькая школа в районе Басарабяска, у нас есть маленький бюджет, но бюджетный бюджет не достигнет, чтобы мы обеспечить все необходимые требования на один год. В период 2019-2020, в период для подготовки для начала этого нового года, мы обеспечиваемся по проходу Верии, чтобы обеспечить немного кондиции. Мы делали репарацию чуть-чуть по-другому косметическому олеаку, и мы репарировали капиталу, потому что, с ажитором премырии, мы решили сделать ВИЦ-Ублоку санитаром в интерьер-у гимназиуму, и мы решили сделать ВИЦ-Ублоку санитаром в интерьер-у гимназиуме. Самая большая школа в районе Басарабяска – лицей Константин-Стери в селе Абаклия. В ней учатся 428 учеников. Годовой бюджет данного учебного заведения составляет порядка 6 миллионов леев. ВИЦ-Ублоку санитаром в интерьер-у гимназиуме, в первую очередь, мы налогаем деньги, мы налогаем деньги, потому что никто не работает, и не работает, и, в следующем этапе, мы налогаем деньги для института, для энергии электрик, холода и так далее, за последние несколько лет в лицее были полностью отремонтированы спортивный зал, столовая, были заменены все двери, установлены ограждения вокруг школы и улучшена инфраструктура учебного заведения. Годов имеем новин przyрунка для неприятных питательных питателей, А потом, в следующем году, 100-150.000, но с теми, что мы получили в бюджетной институтации, мы сделали репарации капитала сэлии в спорт, сэлии в месе. Мы, пына на момент, мы сделали все ущи в институте, потому что ферестерили были схемы в 2012 и в интернете с ФИСМ-улой. А вот этап, финансирование граждателей. Появости нашу территорию очень мciже, по 2 х, и было тогда, что бы не было граждансировано. Появляет, что это былоозможно, а что, все доходе в бюджетной институте, но в этот год эта финансирования граждансированы. В отличие, в 2020 года, мы искали самые необходимы для этих процессов, в связи с инфраструктурой, Я хочу сказать, что в момент момент, каждый профессор, который активирует, с плюс-минус, еще не успеют, профессорами физики и физики, два-три calculатора, лаптопы, но каждый профессор, персонал, лаптопы, которые работают на уровне. В очень много классов, примерно 15 лет, 15 телевизорами. Телевизорами маленькие, с размерами 45 до 55, которые были очень хорошо использованы в процессе образования. У меня были и проектовы, но они были более эффективны. В школе я procурал два таблии интерактивы. У настоящее время, чтобы школа развивалась ее бюджет, расходовался грамотно, директору не достаточно быть только педагогом. Да, сегодня директору приходится тяжело, потому что, помимо того, что должен быть хорошим специалистом педагог, он должен иметь и вторую специальность – менеджер или администратор, управляющий. Не могу сказать, что эти две специальности могут быть отдельно друг от друга. Они должны быть вместе, потому что сегодня директор должен быть и педагогом, и хорошим менеджером. Каждый директор, когда идет на такую должность как директор, это учитывает, что в его компетенции должны быть и менеджерские компетенции, и как специалист, как педагог, потому что он приходит на помощь молодым специалистам, он приходит на помощь и бухгалтеру, и всему контингенту, тому персоналу, который работает в школе. В прошлом учебном году из государственного бюджета на развитие школ в Республике Молдова было выделено 5 миллиардов 250 миллионов леев.